Учебная эвакуация прошла в общежитии номер 9 Национального университета Одесская юридическая академия. Руководство высшего учебного заведения уверено, такие тренировки для студентов – это залог безопасного проживания. В зданиях университета регулярно проводятся такие учения. Я пожарный инспектор. Пожарная учебная тревога. Пожалуйста, действуйте согласно расписанию, согласно вашей инструкции. Дежурная вошлова. Время пошло. По поручению президента университета Сергея Васильевича Кивалова в общежитии проходили сегодня учения. Была имитация ситуации с возгоранием и специально о том, что будет проходить учение. Сейчас мы видим половина десятого. Было выбрано позднее время для того, чтобы студенты должным образом среагировали и отнеслись. О том, что будет проходить учение, знал руководитель университета, знал я, знала комендант. Отмечу, что пожарная безопасность в общежитиях Одесской юридической академии является приоритетным вопросом. В коридорах на каждом этаже расположен детальный план, как действовать на случай чрезвычайной ситуации. Указатели пожарных выходов ревуны, оповещающие о пожаре огнетушителей и гидранты, к которым насосы подуют воду из резервуара. Это стоит колоссальных средств, но на здоровье и жизни наших студентов, наших сотрудников, руководство университета не экономит. И вот тому подтверждение, те события, которые происходили сегодня, вы видели, как грамотно, четко, каждый знает, куда ему идти, кто за что отвечает. Девочки, пожарный козер! Семь этажей студентов, а это 550 человек, смогли эвакуироваться за 6 минут 5 секунд. Как рассказал инспектор, это прекрасный результат. Такой показатель – это результат совместной работы студентов и руководителей, ведь на каждом этаже, крыле, был назначен ответственный человек, который в случае опасности руководил бы процессом и мог помочь. Все студенты, которые выпивали в общежитии на момент эвакуации, все в крыле дверях, пожарные дружины управляли, каждый стоит на крыло, в экстренности, как раз в 8 этажах. И резинка, змейка, пробегаясь по этажам и вот вышел после последнего. В данный момент я считаю, что эвакуация не успешна. Спасибо. Время? Нормально. 7 минут даже меньше. Сколько? 6, сейчас 05 минут, мы без двух начали. Практически писали. 6, 05 вложились? Да, вложились. Студенты рассказывают, что сигнал тревоги услышали сразу, выбежали, кто в чем. В шортах, с мокрой головой, в тапочках. Близко 9-й час до нас поступил сигнал тревоги. У нас есть свой специальный чат, в котором есть пожарные дружины каждого поверху, которые отвечают за каждое свое крыло. Для того, чтобы у нас великий гуртожник, только эти три крыла. Все оперативно выходили из комнат, и они проверяли каждую комнату своего крыла, или они в очистке двери, или все вышли из комнат. Когда началась пожарная тревога, мы слышали звуки ревуни, которые нас установили на поверхах. Я, как старый старый гуртожник, поднялся на верхний поверх, на сьомий поверх. И по часу вкладывали за тим, как пожарная дружина працует, выводит людей. Само тем временем проверяют, если все выходят, или не затримаются, или нет никаких проблем. После того, как оголосили пожарную тревогу, нам перед тем был проведен инструктаж. Мы все быстро реагировали. У нас на каждом поверхности есть ответственный на разные крыла. Действительно, все очень быстро реагировали. Все молодцы, все слышали, все стукали один одному, помогали. Направляли на двери, кто, возможно, запутался и так далее. Также до этого у нас было проинформовано, что до того, как действовать в такой ситуации. Напомню, зимой прошлого года в общежитии номер 9 произошло возгорание на пятом этаже. Как выяснилось, позже загорелся холодильник. К счастью, староста общежития, студент первого курса магистратуры факультета гражданской и хозяйственной юстиции Глеб Кубрак, проявил смелость и смог ненадолго задержать огонь. В первые минуты возгорания юноша выбил дверь и, размотав пожарный рукав, с помощью гидранта начал тушить пожар. Благодаря этим действиям пламя не распространилось на коридоры и другие комнаты. Этого времени хватило для того, чтобы приехали пожарные. Пострадавших не было, но студентов все-таки переселили в другое общежитие для их безопасности. Отметим, что в день 23-летия Одесской юрокадемии заместитель министра образования и науки Украины Игорь Горборук наградил студентов вуза Глеба Кубрака и Алексея Могу грамотами Министерства образования и науки Украины за проявленные мужество и оперативность в борьбе с пожаром.